Всем привет! Мне подумалось, что пришла пора продолжить тему ухода за лицом. И в этом видео поговорим об ультразвуковой процедуре. Попытаемся рассмотреть положительные и отрицательные моменты, насколько в принципе это эффективно и есть ли в этом особая необходимость. Дорогие друзья, если данная тема вам интересна, то приглашаю вас к просмотру. Итак, начну с того, что мой рассказ это не некие абстрактные заявления и какая-то информация из интернета. Нет, я хочу поделиться с вами своим личным опытом. Причем ультразвуковый массаж я применяю не первый год и не второй год, а уже целых пять лет. Скажу сразу, этот вид массажа не стоит называть сезонным и относить его к циклу тех процедур, которые я применяла и о которых рассказывала осенью и зимой. Это применимо в любое время года и скорее зависит от вида проблемы, которую необходимо решить. Начнем с того, что сам аппарат можно приобрести для использования в домашних условиях. Это не какой-то сложный в применении девайс, это не требует специальных профессиональных знаний. Однако, конечно же, нельзя к аппаратным процедурам относиться легкомысленно и проявлять беспечность. Прежде чем принять решение о необходимости введения ультразвука в систему вашего ухода, прежде чем приобрести устройство, стоит серьезно поразмыслить о показаниях и противопоказаниях. Мой аппарат живет вот в таком мягком чехле. В комплекте имеются провода, зарядка и электродиодные пластыри для антицеллюлитных процедур, для устранения растяжек, ожогов, синячков и пятен. Но мы поговорим о лице. В первую очередь ультразвуковый массаж дает моментальный лифтинг с пролонгированным результатом. С возрастом, к сожалению, тургры кожи теряют упругость и лицо визуально опускается. Как не банально, но это сказывается земное притяжение. Подтянуть мышечный каркас, конечно же, возможно, и таким образом лицо будет выглядеть моложе, но при прибавлении возраста делать это необходимо, конечно же, регулярно. Разовые процедуры не способны дать кардинального эффекта. Возможно лишь кратковременное подтягивание контуров лица. А вот регулярный подход способен поддерживать не только овал, но и в целом уходит отечность, становится более равномерным тон лица. Рельеф кожи выравнивается, сглаживаются видимые поры, следы от шрамиков или царапин. Также таким образом лечатся прыщи на подростковой коже. Также лечится купероз. Я бы не стала утверждать, что ультразвук показан только возрастной коже. Вовсе нет. Основной принцип ультразвукового массажа – это воздействие на мышечную мускулатуру. Это очень похоже на тот массаж, о котором я уже рассказывала ранее. Если вам интересна эта тема, то ссылочка на видео находится внизу, в описании. Я подробно рассказывала о массаже для лица, об основных правилах и методике, и о том, с какими маслами я его провожу. Но, конечно же, аппаратная процедура в разы эффективнее. Происходит стимуляция лимфодренажных механизмов. А что же это такое? Это значит, что весь подкожный лишний жир вместе с токсинами будет выходить через лимфатические каналы, а к лицу будет направлен активный приток крови. Как же это происходит, спросите? Аппарат направляет звуковые колебания. Такие колебания называют высокочастотными, и человеческий слух не способен их уловить. Вот они-то и заставляют ткани сжиматься и разжиматься. Не стоит пугаться данной информацией. Уж поверьте, влияние данного прибора намного безопаснее, чем, скажем, прием пищи, разогретой в обычной микроволновке, где происходит разрушение вкусовых ценностей на микромолекулярном уровне и идет активный отрицательный заряд. Внимание! Важным условием является наличие контактного геля. Без него нельзя прикладывать включенный прибор к лицу. Категорически. Контактный гель создает токопроводимую среду, которая с одной стороны обеспечивает прохождение ультразвука, а с другой защищает нашу дерму на клеточном уровне. Это очень важно. В описании к прибору в инструкции всегда сказано, каким именно должен быть этот гель, в зависимости от заряда самого прибора. Либо положительный заряд, либо отрицательный, либо универсальный. Мой прибор универсальный, поэтому я могу пользоваться любым гелем. Покажу вам гель, которым пользовалась в течение февраля и марта. Это активный гель с икрой. Профессиональный продукт. Не могу сказать, что довольна составом этого геля, но в целом процедуру с ним проводить легко и комфортно. Впитывается он не сразу, как это бывает с гелевыми продуктами. Наношу его толстым, очень толстым слоем на лицо и затем прохожусь аппаратом строго по массажным линиям. В качестве альтернативы можно использовать и обычные солнцезащитные гели с алоэ, но только в том случае, повторюсь, если сам аппарат универсальный и не требует наличия положительного или отрицательно заряженного геля. Управлять аппаратом совсем не сложно. Здесь имеются несколько режимов постукивания, пощипывания, эффекты иглоукалывания и просто низкозаряженная токовая дорожка. Все это можно миксовать, можно выбрать лишь один вид воздействия ультразвука. Все исключительно по вашему желанию. Я традиционно делаю 10 процедур один раз в неделю, по выходным. То есть на протяжении двух с половиной месяцев я провожу процедуру ультразвукового массажа. Полученный результат меня вполне устраивает и его хватает пока что на целый год до следующей зимы. Возможно, в будущем я стану прибегать к этим манипуляциям два раза в год, может чаще, но на данный момент меня устраивает такой режим. Сейчас вкратце расскажу о последовательности действий. Сначала использую пилинг, затем наношу гель толстым слоем и провожу саму процедуру. Ампулы под гель иногда использую, иногда нет. Какой-то разницы я не заметила, но на сайтах продавцов эти ампулы активно рекламируются и очень-очень рекомендуются. После наношу питательную маску. Более, собственно, ничего не требуется. А теперь давайте поговорим о противопоказаниях. Первое. Если на лице присутствует купероз, раздражение или высыпание, то направлять ток на эти пораженные участки нельзя. Следует обрабатывать лишь поверхность вокруг. Второе. Если вы носите скобы на зубах или металлокерамику, то следует поместить под губой какой-то не проводящий ток валик. Желательно из резины, можно из пластика. Из ваты, если вы будете использовать вату, то это бесполезно. Третье. Если делали инъекции ботокса или любого другого заполняющего геля, все. Забудьте об ультразвуке и о массаже в целом. Четвертое. Нельзя использовать аппаратные процедуры при беременности, но думаю, это понятно всем. Далее. Пятое. Сердечные заболевания, проблемы с проходимостью крови, тромбофлебит называется, какие-то воспалительные процессы, даже элементарная простуда, все это исключает возможность использования ультразвука. Будьте, пожалуйста, внимательны. Собственно, это все, что я хотела сегодня рассказать и показать. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok